Мне кажется, в мире, когда идет противостояние России, здесь все-таки играет ведь другое. Я много раз говорил и продолжаю говорить, когда я вижу какого-нибудь западного или европейского политика, который начинает брызгать слюной и говорит, я накажу Россию, мне все время хочется его спросить, а у тебя с головушкой все нормально. Наказать Россию, употребляя одно единственное имя Путин, это неправда. Это неправильно, потому что за именем Путин стоят дети, старики, стоят миллионные населения, влюбленные, которые спешат на свидания, стоят просто люди, которые хотят жить. Какое ты имеешь право, занимая пост, брякать оружием, угрожая не человеку, а человечеству? Что ж ты, простите меня, за тварь такая, если ты говоришь о мире во всем мире, а при этом угрожаешь человечеству? Нельзя рассматривать поименно, учитывая в списках черных, вносят 50, 60, допускай тысячу человек. Пускай, но ведь за ними стоят другие. Это люди от политики, которые своими именами подставили уже себя на этом фронте, и они воюют за это, но за ними стоят другие. Зачем устраивать холохоз-то всем? Зачем гонение на всех? Когда кто-то там вводит санкции, ведь это же зажравшиеся десятки, три-четыре людей, богатейших людей планеты. И что они этими санкциями сделали? Они что вернули? Они Крым вернули? Они что сделали? Они сделали, чтобы на Украине жизнь стала лучше? Нет. Они убивают производство в Греции, в Испании, в Италии. Они убивают производство здесь. Потому что когда мы говорим, что мы сейчас поднимемся и что-то начнем делать и будем противостоять, да, начнем, да, будем. Но время, но перестройка, но это же отображается на ценах в магазинах, на людях, которые привыкли перерабатывать ту или иную продукцию, которую вдруг не стало. И вот тебе, пожалуйста, рушатся семьи, рушится бизнес, рушится то общество, которое жило идеей взаимных расчетов, взаимного обогащения. Это все вдруг рухнуло. Потому что какая-то старая бабка где-то там, в Германии, вдруг решила, что она вправе управлять всем миром. Так не работает. Ведь они все не вечны. Но то, что они сегодня делают, мне кажется, это для них, то ли они это не понимают, но ведь сегодня огромное количество смертей лежат именно на их совести. На совести тех, кто решил на этом играть. Вот у них сегодня руки по локоть в крови.